Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. Почувствуй себя снова хорошо. Друзья, и сегодня мы с вами говорим на такую тему, на такую тему, ну, приятненькую, неприятненькую. Вот, ой, что-то я сегодня переплавала. Кандида, другие бактериальные инфекции, нагрузки, и мы говорим про самопомощь. Я буду рассказывать исключительно про свой опыт, опыт своих клиентов. Ну, в общем, то, что пройдено самой лично. Информация носит лишь рекомендательный характер, но заставляет включить вас в мозги и обратить на кое-что внимание, друзья. Так, внимание, внимание. Чего-то как-то себе помочь, если уже идет такой вот системный какой-то кандидоз. Понятно, там надо к врачу, нельзя железо, псиллиум, фрукты нельзя, инулин, много чего нельзя. Важно поддерживать надпочечники, витамин С с витамином В5. Также можно использовать кокосовое масло. Короче, давайте я вам так продиктую свою схему, которую я использовала, и она реально сработала где-то за, где-то за, ну, две недели. Если вам интересно, то вы поделитесь под видео, что работало у вас, и загляните в мой инстаграм-канал, в котором я тоже очень много всего подробно рассказываю. Поехали, или погнали, или как вам лучше, я не знаю. Так, дефицит полезной флоры. Эта история бывает при нарушениях, при гормональном фоне неправильном, при хронических болезнях, которые приводят к иммунодефициту, при эндокринных нарушениях, при ожирении, при нарушениях работы щитовидной железы, при диете, богатой углеводами. Так вот, чего надо сделать, если такая ситуация происходит достаточно долго? Во-первых, диагностика сразу после пробуждения, это плюнуть в стаканчик и посмотреть через 15 минут. Слюна должна остаться на поверхности. Если она там такая оседающая, в общем, это неправильно. Схема. Первые три дня натощак энтеросгель. У меня работал 10 дней. Плюс между приемами пищи я использовала... Да, я использовала, кстати. Кокосовое масло, жидкий хлорофилл, монолуарин. Я использовала кошачий коготь, но чисто из компании NSP. Я использовала подарку, я использовала фитомуцилл. И, конечно, я использовала черный орех, я использовала лицетин одну штучку, я использовала ферменты. И здесь у меня, друзья, была компания тоже NSP. И мне это очень-очень подходит, ну, потому что я чувствую результат на себе. Дальше, 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 дальше. Чай из коры муравьиного дерева был. И за полчаса до обеда зубикор я использовала. Чеснок, масло орегано всегда присутствовало. И ферменты. Через полчаса была и каприловая кислота, но она у некоторых вызывает такое неприятненькое ощущение. Поэтому смотрите по себе. Перед ужином монолуарин и лицетин. Ну, вот как-то так, перед сном энтерол был. Ну, на этом я исправилась. Но смотрите по себе. У кого есть лактазная непереносимость, либо другие истории, тоже. Смотрите по самочувствию, друзья. По самочувствию. Поэтому данное видео носит рекомендательный характер, но заставляет вас иногда включить мозги. И кандекс есть такая отличная штука, которая работает при кандиде. Заходите ко мне в инстаграм-канал, подписывайтесь, пишите свои комментарии. И самое главное, получайте удовольствие от того, что вы знаете, как управлять многими процессами в вашем организме. Вот как-то так. С вами снова я, Алена. Самый крутой канал по полезной информации. А теперь, друзья, трансформация. Пошла я отдыхать. Пока-пока.